перед просмотром видеоматериала прошу вас поставить лайк и подписаться на канал вам не сложно а мне приятно как сложилась бы мировая история если бы гитлера не было что было бы если гитлер вообще не появился на свет или окончил бы художественную школу или бы умер во время газовой атаки или же построил личную жизнь со своей возлюбленной гели раубл ход мировой истории времен второй мировой войны мог кардинально измениться если бы ни одно небольшое событие случившееся в 1894 году в германии согласно обнаруженным архивом немецких газет имя адольфа гитлера могло навсегда остаться неизвестным после того как он едва не погиб в детстве газетные хроники свидетельствуют что в январе 1894 года некий четырехлетний мальчик провалился под лед на реке инфьюж на германском городе пасау в те времена берег реки был идиллическим местом для детских игр во время одной из таких забав маленький адольф упал в реку вода в которой была чрезвычайно холодной а течение быстром к счастью для него и несчастью для миллионов других людей мальчика спас сын хозяина соседнего дома именно здесь в то время жила семья гитлера историки склонны считать что спасенным ребенком был именно будущий фуррер германии адольф гитлер на это в частности указывает свидетельство одного священника который перед смертью в 1980 году рассказывал что его предшественник в детстве спас тонущего мальчика из реки и и этот мальчик впоследствии оказался гитлером сам гитлер также неоднократно рассказывал в молодости и позднее своим генералом что будучи ребенком любил играть с другими детьми на берегу реки в индейцев и кобоев хотя никогда не упоминал об инциденте в детстве и юности гитлер мало болел так до 16 лет он перенес только операцию на миндалинах и корь в 16 лет гитлер во время повторной сдачи экзаменов в школе заболел в тяжелой форме заболеванием легких врач посоветовал матери прекратить занятия в школе хотя бы на один год мать увозит адольфа к родственникам где он достаточно быстро выздоравливает как ни странно но эта болезнь помогла гитлеру навсегда бросить школу которой у него было жуткое отвращение и попытаться реализовать свою мечту стать художником мать под впечатлением болезни согласилась забрать его из школы и дать впоследствии возможность посещать художественную школу как могло произойти что гитлер не имевший на момент начала политической карьеры не образование не даже германского гражданства не денег стал главой сперва самой массовой партии а затем и государства первой мировой войне гитлер участвовал от начала до конца в 1915 его ранило гранатой в 1918 отбило зрение после отравления газом британский солдат генри тенди собирался убить гитлера на поле боя но в последний момент передумал увидев что он ранен потом у адольфа была попытка самоубийство авария покушение и даже суд по итогам которого его чуть не приговорили к смертной казни не было бы холокоста множество немецких ученых остались бы в германии ракеты ядерное оружие реактивные двигатели все это впервые появилась бы в германии даже после прихода гитлера к власти и начала войны в европе американское сообщество не очень то стремилась воевать с нацистами в те времена после поражения в первой мировой войне обиженными чувствовали все жители как германии так и австрии бунтовали не только немцы но и славяне и даже евреи являющиеся полноправными гражданами так ли много зависело от гитлера в будущем германии уже в 1927 году германия выпускала на 22 процента больше продукции чем в 1913 году в этом помогали американцы кредитами европа сотрудничеством асср признанием если бы не персональные качества адольфа гитлера нацисты с большей долей вероятности не смогли бы прийти к власти как и в большинстве других стран европы гитлер получил настоящую власть лишь в 1933 году и на тот момент германия была одним из лидеров по экономике и военной подготовки но в нашей истории нет гитлера кто же тогда все просто без гитлера все могло быть хуже если бы вместо импульсивного расиста гитлера у руля стоял кто-то более холоднокровный и рациональный то последствия могли быть ужасающими само личность адольфа противоречиво но с одним не поспорить никто он был прекрасным оратором который околдовал миллионов так что в начале тридцатых годов у власти нацистов точно не оказалось правда не факт что это отменило бы войну во первых как мы уже говорили немцы чувствовали себя униженными в то же время экономика росла и любой правитель у власти в любом случае ставили цель вернуть исконно немецкие земли обратно и здесь мы вспомним преступление против человечества холокост поговаривают что гитлер подозревал еврейского врача в отравлении матери так или иначе именно он стоял за самым безумным геноцидом в истории 1930 годах в германии очень много было евреев которые были движущей силой физики математики и других научных направлений в те времена немцы были первой научно-технической державой в мире никому не секрет что в создании атомной бомбы и ракет были немецкие эмигранты беженцы откройте любой список изобретателей атомных бомб и ракет в нем вы увидите фамилии эдвард теллер лео силард юджин вигнер а про инштейна можно даже и не говорить теперь представьте что никто из них не покидал свою родину а трудился во благо германии спасибо за просмотр прошу вас поддержать канал лайками и комментами под этим видео всем удачи